Давайте представим ситуацию. Вы собрались погулять с друзьями, и вот вы чё-то ходите, бродите, болтаете ни о чём, и становится как-то пресно и предсказуемо, и вдруг звонят вашему другу его знакомые, и зовут кататься на тачках, гулять в парке, знакомиться с девушками, в общем весёлая движуха. И что же тут делать, если ты настоящий друг? Если ты являешься заложником навязанных убеждений о порядочности, что делать? Скучать и быть с настоящими друзьями до конца? И упустить возможность развлечься со знакомыми, у которых больше денег и возможностей? Которые щедры и голодны до жизни? Так что же делать? У него же тоже одна жизнь, и он тоже хочет провести её с удовольствием и с наслаждением. Пишите ваше мнение в комментариях. А теперь дальше. Скажи честно, у тебя есть друзья? Ну или хотя бы друг, товарищ, попутчик, приятель, коллега. Кто-то из списка, наверное, по-любому должен быть. Но что-то мне подсказывает, что именно друзей у тебя нет. Потому что дружба – это что-то невероятно редкое. Я практически не встречал людей, доверяющих друг другу на 100%. Всё равно где-то мельком ты ожидаешь небольшого подвоха. Ты не можешь расслабиться, потому что ты не хочешь быть обманутым. Настоящий друг никогда не будет использовать твои слабые места в своих корыстных целях. Друг не будет играть с тобою в игры. Он будет честен, искренен и откровенен с тобой. Друг тебя никогда не предаст. Но если, допустим, твой друг нашёл себе девушку и стал уделять тебе меньше времени, то это не предательство. На мой взгляд, каждый человек имеет право обустраивать свою личную жизнь. И если ему и ей мешают это делать, то он должен это воспринимать как препятствие, которое нужно преодолеть. Настоящий друг никогда не будет сплетничать о тебе за твоей спиной. Настоящий друг будет заступаться за тебя в конфликтах даже тогда, когда ты его не просил. Но здесь есть очень тонкая грань. Если ты сам ведёшь себя вызывающе и провоцируешь всех подряд, то это называется откровенно – подстава под проблемы. И если ты так поступаешь, то ты уже и сам не друг. А чтобы настоящий друг кинул на бабки или же без объективных причин не смог соблюсти ваши общие договорённости, это вообще невозможно представить. На моём телеграм-канале есть подробные и конкретные рекомендации, что и как делать. Для того, чтобы грамотно выстроить свою психику, переустановить психологические установки и научиться предвидеть действия всех манипуляторов до их воспроизведения. Приглашаю вас на канал. Всех жду и снова к ролику. Друг не будет сбрасывать твои звонки без объективных причин. Друг не будет тебя игнорировать или демонстративно не замечать. Вообще, взрослые люди не таят друг на друга обид. Они разбираются сразу на месте, честно и искренне общаясь друг с другом, с уважением, с взаимопониманием и без нарушения личных границ и без попыток перехвата инициативы в беседе. Один говорит, другой слушает, а потом наоборот. Но это если мы, конечно, рассматриваем настоящую дружбу. А когда якобы друзья орут друг на друга и перебивают, то это уже эмоции. Человек, слабо контролирующий свои эмоции, в моем понимании не способен на дружбу. Настоящая дружба – это что-то призрачное, эфемерное. Люди холодны друг другу, потому что каждого хоть раз предавали и подставляли. Возможно, мы и сами предавали. Это хищный мир, где палки и камни сменяются масками и играми. Ты же никому не доверяешь. Я не встречал в своей жизни настоящей дружбы. Даже родные братья и сестры не всегда ладят. Хотя, по идее, должны были бы. Позволю себе предположить. У тебя никогда не было настоящих друзей. И, скорее всего, никогда не будет.